Вы знаете, в этот момент, в этот прекрасный момент, я пятая по счёту и, кстати сказать, единственная женщина. Так что, с учётом того, сколько в аудитории мужчин, я позволю себе сказать, как я себя чувствую. Возможно, вы фрустрированы от того, что вы ждали. Я чувствую, как, говорится, пятый муж Лиз Тейлор. Он знал, что ожидалось, однако он не знал, как быть оригинальным в этой ситуации, оказавшись пятым мужем Лиз Тейлор. Господа президенты, заместители председателя, господин премьер-министр, господин президент, спасибо большое за то, что вы принимаете нас здесь, в своём родном городе, в прекрасном Санкт-Петербурге. Спасибо большое за то, что вы попросили меня также быть краткой, и я попытаюсь придерживаться этой просьбы. Никто ещё не упоминал Петра Великого. И хочу напомнить всем нам о том, что город, в котором мы сейчас находимся, где, как совершенно верно, президент Макрон напомнил нам о трагедии, которую люди сами могут навлечь на себя. Так вот, в этом городе мы должны помнить о том, что люди могут взять в свои руки судьбу своих соотечественников и идти вперёд, создавая собственное видение поддержкой и уверенностью. И это видение было как раз видением города, открытого всему миру, города, который должен был привлечь все таланты, всю современность на тот момент, для того, чтобы преобразить свою страну. Сегодня президент Путин попросил меня сказать несколько слов о мировой экономике и о российской экономике, где мы находимся, и выявить ряд проблем, как я их вижу со своей точки зрения, и рассказать о том, как их можно было бы решать. Мировая экономика, всем вам хорошо известно о ней, большинство из вас ведете транзакции, создаёте свои цепочки поставок в рамках этой мировой экономики. И хорошая новость заключается в том, что солнце светит, бросая свои лучи на мировую экономику. Мы пережили десятилетия тяжёлых кризисов, и сейчас экономика хорошо себя чувствует. 3,8% в прошлом году, 3,9% возможно в этом году, и 3,9% в следующем году. Это довольно хорошо, с учётом того, что примерно 120 стран, которые три четверти мирового предоставляют, создают как раз этот рост. И это также благотворно для вашего бизнеса. Это хорошая новость. Однако есть и не слишком хорошая новость. А именно, мы наблюдаем бури, о которых нам говорят прогнозы. И эти бури включают три больших тучи, о которых я вам сейчас скажу. Есть, конечно, много других, но в краткосрочной перспективе грядущие штормы следующие. Во-первых, уровень и бремя задолженности, которая висит на ключах сувернённых государств, а также корпораций. Сейчас это примерно 162 триллиона, это примерно 225% мирового ОВП, 162 триллиона долларов. Это намного больше, чем когда бы то ни было, в том числе после Второй мировой войны. Это во-первых. Во-вторых, хочу упомянуть финансовую хрупкость, которая, скорее всего, приведёт к серьёзному оттоку капитала из стран с быстро формирующимися рынками и с средним уровнем дохода, в результате, в частности, ужесточения денежно-кредитной политики в США. Мы видим сейчас, что экономика опять соответствует полному потенциалу, и при этом прилагаются стимулы, чтобы стимулировать ещё больше. И, наконец, самая третья тёмная туча – это уверенность и стремление некоторых расшатать систему, которая руководила торговыми отношениями, которые мы взяли на себя в качестве обязательства на протяжении последних нескольких десятилетий. Эта буря попытается поставить крест на правила, которые руководят движением капиталов и услуг, и товаров. Это татучи, за которой мы должны следить. И, как сказал господин президент, во многом эта проблема связана с доверием. И несколько слов о России, как я обещала президенту Путину. Я могу говорить об этом, потому что мы только что завершили обзор российской экономики. Россия реализовала один из потрясающих планов в области макроэкономики, который можно только себе представить. Есть специальный изберегательный фонд на чёрный день, плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, а также укрепление и санация банковской системы. Это позволило, несмотря на серьёзные сложности в последние три года, несмотря на сложные обстоятельства, господин президент, удалось России добиться очень низкого уровня задолженности, практически полностью отсутствующий налоговый дефицит бюджетный, а также удалось добиться очень низких уровней безработницы. Означает ли, что это удовлетворительно для президента Путина и его министров, в частности, нового заместителя представителя правительства, который отвечает за финансы и экономику? Нет, этот результат ещё не удовлетворительный. Вне всякого сомнения, необходимо добиться повышения производительности, диверсификации и отхода от нефтегазовой экономики. Необходимо укрепить инвестиции в здравоохранение и образование, сократить рыночную концентрацию и также более интегрироваться в мировую экономику. Я выполнила свой долг и поговорила о мировой экономике, о России. А сейчас позвольте коротко остановиться на четырёх основных вызовах, или даже один вызов, который зависит от четырёх факторов, так называемых разрывов. В частности, говорилось об этом уже президентом Путином, он говорил об эрозе и доверии. Я помню, господин Ван Рэнтёй сказал однажды бельгийскую пословицу. Доверие приходит на коне и уходит пешком, или наоборот. Может быть, доверие приходит пешком, а уходит на коне. Вы можете долго его строить, но очень быстро, в одночасье, потерять его. И есть проблемы, которые привели к этой эрозии и доверия. Во-первых, забываем о глубине и о ранах, которые были нанесены нам финансовым кризисом. Мы склонны забывать о том, что многие молодые люди, которые пришли на рынок, были отмечены печатью этого финансового кризиса, уничтожившего столько всего во стольких странах. Второй разлом. Это не только восприятие, но сама реальность того, что вознаграждение глобализации недостаточно справедливо распределяется. Да, вы много раз об этом слышали. Глобализация многим позволила вырваться из тисков нищеты, да, повысилась производительность, понизились расходы на жизнь. Но, с другой стороны, глобализация сделала еще богаче ряд привилегированных, кучку привилегированных. И в то же время многие бедные были оставлены на обочине, многие промышленности были даже уничтожены в отдельных регионах. Третий вызов. Технология. Многие из вас обеспокоены этим, многие из вас инвестируют в роботизацию, искусственный интеллект, машины обучения, но многие из вас... Не задаете ли вы себе вопрос, фабрика будущего будет фабрикой, где два человека всего, мужчина и собака? Мужчина кормит собаку, а собака смотрит на этого мужчину. Возможно, это иллюзия. Однако многие смотрят сценарий развития именно так. Они боятся, что потеряют работу или она как-то пострадает от этого. И они боятся, что они кажутся за бортом. Мы только что завершили одно исследование, в котором говорится о том, что хотя, с одной стороны, автоматизация приведет к повышению производительности, с другой стороны, она будет стоить очень многое для неравенства. И это также может привести к сокращению доходов некоторых. Это тоже может подорвать доверие. Президент Макрон очень верно подметил. Цифровая экономика ведет к концентрации на отдельных рынках, где крупнейшие технологические компании полностью контролируют глобальные потоки информации и данных. И это может усилить фрустрацию, разочарование, которое чувствуют многие люди, как бы сильно они не любили мобильные телефоны, проверку своей почты, когда они слушают выступающего или играют в игры, когда им скучно. И, наконец, последний разлом, который подрывает доверие. У меня всякого сомнения, это климатические изменения, которые имеют серьёзные экономические последствия. Несмотря на замечательное парижское соглашение, в котором содержится призыв к обнулению выбросов парниковых газов, так вот, несмотря на это соглашение, за ним не следует конкретных действий. Только обязательства объявлено, а действий нет. И всё это, на наш взгляд, требует возобновления многостороннего подхода. Я не буду в деталях остановиться на том, как это должно выглядеть. Но в прошлом мы уже сталкивались с такой проблемой. И в начале 20 века, который оставил страшные шрамы в Ленинграде, как он тогда назывался, что привело к каннибализму, вот эта первая часть 20 века создала условия, в рамках которых многосторонний подход и сам это, работы, были созданы. И именно в результате этого вторая половина 20 века была намного лучше, нежели первая. Этот самый подход, этика многостороннего подхода, сейчас сталкивается с процессом эрозии. Да, разумеется, к каждому из этих разных личных вызовов необходимо подходить по-особому. Но подумайте, регуляторная среда, которая требуется для регулирования финансовой стабильности, цифровой экономики в эпоху, когда финансовые технологии сейчас резко меняют условия на рынке, выбрасывают некоторых из вас за борт, меняют только этим образом деньги, передвигаются. Подумайте о политическом реагировании на будущее труда, на то, как страхи оказаться без работы, могут сыграть свою роль. Подумайте о том, как делать так, чтобы глобализация приносила выгоды большему числу людей, возможно, в частности, путём изменения международного налогообложения. Подумайте также о тех усилиях, которые необходимы для того, чтобы бороться с климатическим вызовом. Я представляю МВФ, я не буду проповедовать. Как сказал господин Макрон, у нас есть институты, которые выдержали испытания временем, которые продемонстрировали эффективность. Конечно, их необходимо улучшать. Необходимо, чтобы их мандат был пересмотрен. Возможно, их инструментарий должен быть обновлён. Однако при помощи этих инструментов, а отнюдь не при помощи односторонних действий, мы сможем добиться улучшения. Было бы серьёзной ошибкой обращаться к протекционистским мерам, к мерам одностороннего характера, поскольку эту рану мы не несли бы сами себе. Давайте будем также помнить о том, что торговля ведёт к повышению производительности, сокращению цен и улучшению уровня жизни. И никто, никто не может одержать верх в торговой войне. И, в конце концов, протекционизм наносит урон. Больше всего отражается на самых беднейших, на не менее привилегированных слаях нашего общества. Я говорил о том, что буду краткой. Поэтому говорю в завершение. В завершение, позвольте мне сказать о Жан-Жаке Руссо и о его призыве. Он был современником Екатерины Второй. Он говорит, я слишком поздно пришёл в этот мир. Многое уже было... всё уже было сказано. Нет, не всё было сказано. Да, многое было сказано. Однако на плечах лидеров этого мира, которые многие сегодня присутствуют здесь, при поддержке международных институтов, так вот на их плечах лежит ответственность не только говорить, но также подкреплять свои слова делом, как мы тоже будем поступать. Благодарю вас.